Всем привет! Хочу показать сегодня одну зимнюю насадку для ловли мирной рыбы, на которую лучше всего ловить, конечно же, в мороз. То есть, когда на улице температура ниже 20 градусов. Для этого мне понадобится зубная паста и понадобится хлеб белый. Именно белый хлеб. Сейчас все, что мы сделаем, открутим, конечно, тюбик зубной пасты и возьмем хлеб. Нам понадобится белый хлеб только без корочки. Корочки не прокатит. Но, как вы уже загадались, наверное, зубную пасту я нанесу на хлеб, и после чего я это все дело перемешаю до однородной массы. Пара слов о зубной пасты. Берем пасту, где есть небольшого рода краситель, либо зеленый, либо красный. То есть, не обычный мясной. Хотя, зубной порошок, например, можно использовать, а вот сама мясная паста, зубная, именно с самим запахом мяты, не совсем есть гуд. Не совсем это все дело качестве. Данную насадку можно использовать как, точнее, нужно использовать как дополнение к основным насадкам. Хотя можно, в принципе, ловить и на одну ее. То есть, к основным насадкам, таким как моцель, опар, чернобыль. Бывают такие моменты, когда, например, рыба клюет только на одного, например, моцеля или только на один репейник, а у вас, например, червяк и опар. И вот такого рода насадки иногда очень конкретно выручают, очень сильно. Данную насадку лучше всего хранить, конечно же, в целлофановом пакете. Если вы сделали насадку, то есть смяли хлеб и зубную пасту, и насадка показалась вам слишком рассыпчатся, то добавьте еще немножко пасты, чтобы вы смогли сцепить шарик и нацепить этот шарик уже на крючок. Напомню, что на данную насадку лучше всего ловить, то есть, когда добавлена зубная паста, а когда на улице мороз. Это для тех, кто прослушал. Наверняка найдется тот, кто прослушал. И опять же не запомнил. Что касается видеоролика со зубной насадкой, не знаю, мужики, честно скажу. Охота на рыбалку вообще очень сильно, но из-за травмы головы, кто не знает, я получил травму, это произошло. Травма. У меня пока еще лечил пор, хоть я и на больничном, но очень сильно ослабать. Мои друзья категорически против, сейчас они их медики. Я с ними надо чем-то чуть-чуть не поссорился. Я его учу, мне на рыбалку не ходить. Мне говорят, потерпи, слабость пройдет, потом сходит. Если хлопниться, я говорю, а башкой, а лед, голова закружится, надо бы хвататься не за чего. Получишь еще одну, это как цирпит. То есть снова ЦРП, то есть травматология и неврология. То есть только уже не месяц, я там прорываю куда больше, и последствия будут куда хуже. Намного хуже. Польза микроинсульция. Данную насадку лучше всего хранить, конечно, в целикомном пакете. Не помню, говорил или нет. Ну, на этом я буду с Вами в руки прощаться. Делайте насадку, вкладывайте рыбу. И до встречи, как говорится, в новых видеороликах. И надеюсь, про рыбалку или про самоделки, либо про насадки, либо еще про что-то другое. Всем пока, всем удачи.